Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей, и сегодня у нас будет видео-вопрос-ответ. Мне прилетело от вас несколько вопросов. Один из них достаточно такой объемный, и я постараюсь на них все ответить сегодня. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, вопрос номер один. Татьяна задала мне. Курю ли я? Курила ли когда-нибудь? И когда отец увидит сына? Не знаю, это она задавала вопрос или кто-то. Я подписала, в общем, что касается ребенка моего и отца моего ребенка. Это мое личное. Я не отвечаю на эти вопросы. Все, перестала. Надоела, потому что слишком много ажиотажа. Где, что и как. Все хорошо. Это главное, что вам нужно знать. Правильно? Ведь не нужно лезть туда, куда не пускают немножко. Может быть, потом, когда-нибудь я все вам расскажу. Что касается, курю ли я и курил ли когда-нибудь? Я могу вам сказать, что я не курю. Вообще не курю. И не курила никогда. Нет, я курила, я пробовала. Но, может быть, пару месяцев я побаловалась вот так вот. Честно, откровенно вам скажу, что когда я была маленькая, мне очень хотелось повзрослеть, быть какой-то такой крутой, необычной. И я даже помню, что я приучалась к курению. Но, к счастью, не лежит у меня душа вот к этому наркотику, можно сказать, да, отчасти, потому что к этой привычке дурной. Не знаю. Мне не нравится запах. Мне не нравится вдыхать вот это все неприятно как-то внутри. Как-то мне все время тошнит. То есть у меня вечный рвотный рефлекс. Знаете, когда бросают курильщики курить, да, они пьют иногда какие-то такие таблетки или что-нибудь делают, что им потом тошнит. Вот мне постоянно, представляете, я хотела курить, прям мне хотела, знаете, прийти, вот я прихожу, допустим, в кафе куда-нибудь, ожидаю кого-нибудь, да, вот в Москве жила. Часто были такие ситуации. И вот люди, которые курящие, они приходят, чашечку кофе взяли, сидят, курят, и вот как будто они заняты чем-то. Ну, вообще, мне нравилось, когда девушка сидит такая деловая, что-то в ней есть такое стервозное, что ли, такая, ну, деловуха, короче. Я не знаю, что, но мне очень нравилось. И я думаю, ну, и я возьму чашечку кофе, сяду в бар, буду ожидать, ну, как бы при делах, да. А я прихожу все время, я не знаю, ну, пить не хочу, курить не курю, и сижу как дура. Ну, в общем, мне это так раньше казалось. И я приучала себя, бывало под алкоголем тоже, там, выпьешь, и вот, вроде хочется какой-то образ. Но, в конце концов, мне говорили, что мне не идет, я как-то держу, знаете, бывает, людям не идет, что они курят. Вот реально, что ли, это, по-моему, самый объемный ответ будет про курение. Хотя, я думала, другой будет. Но ничего, я постараюсь быстро все. Есть реально люди, которые не умеют курить. Они либо нефтяк курят, либо как-то вот непонятно, что делают. В общем, не получается у меня. И я в итоге бросила эту затею еще в те далекие 18 лет. И когда я последний раз уже там попробовала, опять такая, выпила деловая, там, тусую, и опять я курю, и думаю, господи, хватит уже, тебе ерунду и заниматься. В общем, ты не куришь, и все. И, в общем, оно никак ко мне не привязалось. Вы знаете, у моей тети точно так же, моя тетя вообще не курит. Как-то вот у нас все вместе, всегда алкоголь и курение, и всякие такие наркотики, они от нас как-то посторонились стороной. Мы, ну, не привыкали, может быть, даже если что-то попробовали, но прикола и кайфа в этом не находили. Вроде бы ответила, да, я на вопрос. Дальше. Александр задал вопрос. Кого хотела больше, мальчика или девочку? И как называли бы девочку? Я скажу, что я никого не хотела больше. Я хотела здорового, красивого ребенка. Я хорошо ложу с мальчиками и хорошо ложу с девочками. Поэтому я была бы рада и девочке, и мальчику. Ну, я не удивлена, что у меня мальчик, потому что, как бы, мужские, мужские энергии. Вот у меня как-то был котик, мальчик тоже. Ну, как-то не знаю, я с... У меня с парнями хорошо складываются отношения, и я, в принципе, знаю, что нужно, как нужно. Я и с парнями, как с маленькими детьми, только они об этом не догадываются. Что мне на лбу? Вот. Ну, хотя все мужчины маленькие дети, вы же это знаете. Вот. Ну, и с девочками точно так же у меня очень хорошо складываются отношения. Если я дружу, то дружу хорошо и замечательно. Поэтому была бы у меня девочка, она была бы моя маленькая подружка, которая бы все передала. Ну, и мальчика я тоже постаралась воспитать очень хорошо, потому что я знаю, каким должен быть настоящий мужчина. И я воспитаю настоящего мужчину, я сделаю все, все для этого. Ну, и благо папа у нас настоящий мужчина, поэтому будет что передаваться. А, если бы была девочка, мы думали такими именами, вообще я хотела назвать ее, например, там, Виктория, Вероника, не Виктория, а Вероника, да, Вероника, Вероника. Нет, Вероника мне больше нравится. А, Милена мы вот такие вот смотрели, да. Селена, Милена. На самом деле я кайфую от своего цвета волос. Я сначала, когда покрасилась, думаю, не очень, думаю, как бы его побыстрее смыть. А на самом деле я сейчас вообще просто кайфую. Я еще подбираю такие цвета, и вот к этому фиолетовому цвету очень идут розовые цвета. Видите, я делала вот Лерочкин подарок. Спасибо, Лерочка, еще раз. Вот такие яркие тоже цвета идут, сиреневые, розовые, вообще очень красиво сочетаются. Я когда пришла в бассейн, вот покрасилась только, на следующий день повела в бассейн малого своего, я одела свой фиолетовый костюм такой. А, вот он, штаны. И вообще просто, там женщина даже одна, мальчик ее, ребенок, смотрит такой, и не помнит, что у тети фиолетовые волосы. Я говорю, ты что смотришь? Говорю, не можешь понять, не видел такие волосы, говорю, никогда у тети. Он такой-то, она говорит, ой, ну цвет, вы, наверное, только покрасились недавно. Я говорю, ну да, она такая, ну, с костюмом, говорит, просто идеально, просто шикарно. Я говорю, спасибо. Так что я стала кайфовать и больше смотреть. Я вообще был бы он ярче, вообще было бы круто, но так тоже хорошо. Дальше. Задает вопрос Аня, сколько хочешь подписчиков, любишь ли ты читать книги и какие? Анюта, сколько я хочу подписчиков? Я хочу, чтобы вас было как можно больше и чтобы как можно, не знаю, всех хочу. Я хочу, чтобы весь мир был моими подписчиками. Не могу сказать точной цифры. Бесконечность. Бесконечно много подписчиков хочу. Любишь ли ты читать книги? Честно говоря, я люблю читать книги, но у меня на это, к сожалению, нет времени. Я, ну как бы вот бумажную, да, причем я люблю бумажные книги именно читать. У меня очень много книг. У меня раньше целая полка была. Я вот раздарила, потому что я с квартиры на квартиру переезжала в Москве постоянно. И эти книги были вообще, у меня целый мешок книг был, мне тяжело было их с собой таскать. И я их, конечно, потихоньку раздарила. Самые ценные книги у меня остались, вот у меня здесь. Какие я люблю читать? Я люблю читать психологию, я люблю читать буддийскую литературу. То есть такую, которая взгляд всякий меняет, да, в общем, что-то такое. Я очень люблю читать, как заработать денег, как стать независимой, финансовая независимость. То есть вот такие книги, ну, самые распространенные, да, там, как стать миллионером. Все оно очень вдохновляет. И я люблю вот эти книги, которые вдохновляют не только на то, как заработать денег, но и вообще вот жизнь свою как-то немножко поменять, выйти из зоны комфорта, вот что-то такое. Я люблю вот такие книги. Маша задает вопрос. Была ли ты в Крыму, любимый певец? Как училась в школе, любимая мелодрама, любимый цвет? От Маши очень много вопросов. Маша, была ли я в Крыму? В Крыму, в Крыму, Крым, 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 Крым. Нет, в Крыму я не была. В Крыму я не была. Любимый певец? У меня много певцов любимых, я не знаю. Ну, мне Лепс очень нравится, как певец именно, как исполнитель, да. Песни мне его нравятся. Потом, ой, Баста наша обязательно, конечно же, вообще такие у него песни душевные все. Ну, два хватит, да? Как училась в школе? Я училась в школе не очень хорошо, точнее даже плохо. У меня тройки все практически, потому что я любила гулять. Но способность у меня к учению была, потому что когда я ушла со школы, у меня были не очень хорошие отношения с моими одноклассниками. Вот так складывалось, да, ну, вот так вот сложилось, да, там с подругой дружу с одной, у меня двойки, с другой, у меня четверки, пятерки. А когда я уже ушла, и там еще мальчики были, вот раньше я всю жизнь положила на то, чтобы уметь ладить с мальчиками, как следует. Вот. Раньше не было у меня вот с ними никакого контакта, и когда я пошла учиться в училище, где были одни девочки и девчонки, я стала отличницей. На первом курсе я показала себя так, просто одни пятерки. И я когда тянула руку, меня не спрашивали, мне сразу стояли оценку, потому что знали, что я все знаю. Так что способная я была. Ну, когда училась. Любимая мелодрама? Ну, три метра над уровнем неба, пусть будут. Как раз сегодня я в комментариях отвечала об этом, смотрела ли я этот фильм. Да, он очень крутой, первую, вторую часть я смотрела. Любимый цвет? Ну, конечно же, розовый. Розовый, а сейчас еще и голубой. И вообще сочетание голубой с розовым, это наша фишка. Я думаю, может быть, одну букву С сделать голубой? Одна розовая, другая голубая. Одна будет символизировать меня, а вторая моя малого. Или потом сделаю, когда малого покажу вам уже. Хорошая идея. Ха, только что пришла, ничего себе. Ольга задает вопрос, как бороться с ленью. Вот, я думала, какой обширный будет самый ответ. Как бороться с ленью? Я ей ответила коротко, да, но хочу развернуто сказать, что я действительно ленивый человек, да. И она спросила у меня это почему, потому что я ленивый человек. И, наверное, потому что она видит, что я выкладываю видео каждый день. Я работаю, тружусь, такая вся молодец, потому что мне часто это говорят. И, возможно, я знаю, как бороться с ленью, если я при этом ленивая. Но скажу вам так, что я не знаю, как бороться с ленью. И я с ней не борюсь уже давно. Были моменты, когда я пыталась, но лень сильнее меня. Я действительно люблю полежать, ничего не делать. И вся жизнь моя построена на том, что... То есть я поняла, что если это лень, да, я не хочу напрягаться, я не хочу лениться, я не хочу ничего делать. И знаете, единственное, а может быть, это как, кстати, и лазейка. Ты делаешь только то, что хочешь делать. Ты делаешь только то, что любишь делать. И я в своей жизни, в принципе, так и жила. Я делала то, что хотела, общалась с кем хотела. То есть если я ничего не хочу делать, я могу лежать дома. Но я такой натурный человек, что я не могу долго лежать. То есть мне что-то нужно. Мне нужны новые впечатления. Мне нужны перемены в жизни. То есть вот это, наверное, сподвигает меня на то, чтобы что-то делать. Да, я могу, я сюда... Да, вот лень моя, она со мной, всё, мы за руку, она моя подруга. Вот она говорит, давай поленимся, я хочу поваляться. Я говорю, да, конечно, я хочу. И вот мы ложимся и ленимся. Ленимся, 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 ленимся. Но даже моя лень не может долго лениться. То есть когда начинают шарики ролики, что-то сделать, что-то вдохновить... Вот я очень люблю снимать видео, честно говоря. Меня это поднимает с кровати. Я могу утром проснуться, вот, допустим, легла там в 5 утра, да, уже 12 часов, надо вставать. И вот только у меня мозг включился, и если есть какие-то идеи и дела недоделанные, касающиеся с Ютубом, с развитием, вот с этим всем, что мне нравится, у меня открываются глаза, и мне начинает вот так вот мозг просто работать. И мне не до сна, мне надо все это доделать. То есть фишка в том, что я занимаюсь любимым делом. И рано или поздно какое-то из этих любимых дел, оно выстрелит, оно начнет вас развивать, начнет, может быть, даже приносить вам деньги. Вот так вот. Поэтому нет никакого секрета. Я дружу со своей ленью, и я ей позволяю, как части меня, я позволяю ей делать все. Лениться, давай лениться. Так что вот такой вот секрет. Я не знаю, поможет вам это или нет, но как-то, знаете, мне кажется, просто жизнь, она настолько короткая, и реально тратить ее на то, чтобы заставлять себе что-то делать, но я так не хочу. Может быть, это правильно где-то, да, там, опять же, эти книги, выходишь из зоны комфорта. Я пробовала, это все интересно для меня, это как вот интересный опыт, не более того. Но так, чтобы строить свою на этом жизнь, а мне тяжело, я хочу полениться, моя лень не дает мне, не дает мне составлять графики, моя лень не дает мне жить по графику вообще. Ну, я и не живу. Я живу, я творческий человек, я живу в хаосе, у меня хаос в голове, у меня всегда есть один-два угла, где тоже полный хаос, где мои вещи, и в этом хаосе я их, бывает, могу найти, бывает, не могу найти, но это мое. Да, я люблю, когда порядок, но, само собой, он получается таким вот, очень быстро, в общем, превращается в хаос, потому что вот такая вот я. И в голове, у меня нет ничего по полочкам, я пыталась делать все по полочкам, но ничего не получается по полочкам. То есть я уже стала, вот единственный момент, да, я стала записывать. Я знаю точно, что если есть вещь какая-то важная для меня, я ее записываю, потому что я ее забуду. Да, если, например, что-то нужно сделать, я никогда не откладываю что-то на завтра. Я делаю это сейчас. То есть, опа, если появилось мнение, все, я делаю это сейчас, чтобы раз отстреляться, потому что я знаю, что потом мне может быть лень. То есть я с ней как-то так, знаете, обхожу ее. Думаю, опа, ну надо, например, там, я не знаю, ну что сделать. Надо, например, снять какое-то видео, да, грубо говоря. Я люблю все это делать, снимать, но иногда мне хочется полежать тоже. И я думаю, можно снять завтра, завтра будет много времени. Но если сейчас есть условия для того, чтобы это снять, так как я люблю это снимать, да, то я обязательно сниму сегодня. То есть вот у меня такие вот правила, да. Если что-то важно, то я запишу. И если что-то нужно сделать, ну, запишу, чтобы не забыть. И если нужно что-то сделать, я это сделаю сейчас. Также есть у меня еще такая натура. Это тоже, может быть, к лень не относится, да. Я не люблю особо никого о чем-то просить. Я люблю все делать сама. Ну вот, как вам это сказать? Просить не люблю от того, что я не люблю напрягать людей. То есть я не люблю просить, чтобы мне помогли. Потому что я считаю, что я ленивый человек, да. Мне тяжело самой какие-то вещи делать. И я представляю, что другому человеку, может быть, еще тяжелее. Потому что я делаю для себя, а тот другой человек делает для другого. А вы знаете, да, для себя мы, если не можем сделать, то для другого еще тяжелее. Поэтому я вот так вот берегу чужую силу и стараюсь делать сама. Ну вот, может быть, вот такие какие-то принципы, да, какие-то такие правила жизненные, они помогают мне как-то не бороться, а дружиться с Леней. В общем, делать так, что она мне не мешает. Ладно, все, любименький звонит. Я побежала с ним, поболтаю. А с вами прощаюсь. Если ответила на все ваши вопросы, так как вы этого ожидали, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Мы с вами увидимся в следующем видео. Ага, совет. Екатерина вам рекомендует через меня, чтобы духи на коже держались подольше. Нужно кожу, куда вы собираетесь наносить ваши духи, смазать вазелином, а потом сверху нанести духи. Она говорит, что духи будут держаться дольше. Попробуем. А с вами была я, Селена Свои, и мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok